друзья всем привет сегодня покажу как я наношу гель-лак или по-другому шелак если вы знаете разница в чем в чем то напишите мне пожалуйста под видео я покажу всю процедуру как я это делаю сначала до конца так как у меня был гель-лак на ногтях первым делом я снимаю снимаю старым способом каким привыкла при помощи фольги и ватных дисков прежде чем снять и нанести фольгу то есть ватные диски я пилкой подпиливаю верхний слой для того чтобы гель-лак легче снимался нарезаю диски разделяя их на две части также нарезаю обычную пищевую фольгу для того чтобы снять я использую или жидкость для снятия биогеля или покупаю там вот в обычных магазинах обычную жидкость для снятия лака проблем с этим не было на нашу жидкость на ватный диск потом на ноготь и сверху фольгой выдерживаю где-то минут 15 и потом при помощи вот это вот прибора железный прибор я не знаю как он называется аккуратненько снимая не повреждая ногтевую пластину если на кончиках плохо снимается то я как бы немного помогаю при помощи вот такой вот мягкой пилки она у меня бумажная теперь приступаю к маникюру подравниваю ногти если они сильно отросли отодвигая кутикулу если нужно но кутикул как таковой у меня и нет и после этого я делаю дрожжевую маску я ее покажу в отдельном видео чтобы не затягивать и она очень эффективно работает посмотрите после этого я обезжириваю ноготь чтоб гель-лак хорошо сел это я делаю при помощи такого дешевого средства для обезжиривания ногтей также имя снимаю липкий слой сверху и вот есть мне такие сталфеточки они безборсовые ими очень удобно а здесь очень удобно и такое вот как бы сказать нанесение наношу и просто протираю ногти после того как я сделала уже маникюр я давно уже пользуюсь вот этот фирмой также пользуюсь и другими иногда меняю иногда возвращаясь вот снова к этой фирме она мне очень нравится это мадам глэм я очень давно покупала года полтора наверно назад и мне очень нравится вот этот цвет я не знаю с чем это связано но я им давно пользуюсь вот такой вот цвет я даже не знаю как он называется на картинке наверно видно и здесь у меня сам лак это гель-лак и топ и база лампа у меня очень давно здесь четыре лампы внутри и вот так выдвигается само основание и покупала очень давно это называется компания рунейл кому интересно уфа лампа 36 ватт ru 911 никогда на мне не подводила здесь есть таймер но мне нравится тем что сначала ее включаешь есть одна минута две минуты и три минуты и что я хотела сказать сейчас конечно очень много лампа не секундные конечно многие сейчас берут на алиэкспресс они стоят там совсем совсем недорого и поэтому это в выбор каждого кто что предпочитает но я пользуюсь своей старинной она не устраивает единственное конечно то что нужно подольше и выдерживать здесь не 20 секунд и 30 секунд базу топ из сами слои лака я выдерживаю по две минуты я привыкла так и это меня устраивает и все это держится очень хорошо ничего не соскрепывается ничего не откалывается поэтому все хорошо с вот именно с этой лампой после того как маникюр готов гель-лак снят переходим процедуру нанесения гель-лака здесь все просто никаких заморочек я думаю не будет первым делом тонким слоем на весь ноготь я наношу базу и потом сушу лампе две минуты базу топ и слои лака я сушу всегда по две минуты друзья если вы еще не подписан на мой канал советую подписаться после того как подписались не забудьте нажать на колокольчик вдавлять о выходе новых видео после того как я нанесла базу я наношу гель-лак сначала один слой высушиваю две минуты затем еще один слой еще две минуты после того как я нанесла гель-лак высушила я использую топ топ придает маникюру законченность появляется такой блеск и как сказать мне кажется из-за этого он дольше носится наверно вот по крайней мере это мое мнение если у вас другое мнение то напишите пожалуйста под видео ну и в конце я снимаю липкий слой все маникюр готов пока я его не сниму он у меня не отколупывается ничего там с ними случается единственное отрастает кутикула если у вас будут вопросы напишите пожалуйста под видео может быть я не все рассказала но я старалась как более информативнее сделать это видео всем спасибо за внимание всем пока пока